Мы рассматриваем серию видеороликов совершенства непроектирования железобетонных конструкций, выявления, устранения, предупреждения ошибок, представляющих собой видеоотчет об объединенном заседании Советов по железобетонным конструкциям и по программным средствам строительства. Это девятый видеоролик, содержащий мои комментарии к некоторым темам, затронутым в вопросах и выступлениях участников заседания. Здесь представлен список обсуждаемых тем. Начнем с первой темы – результаты анализа расчетов. В своем сообщении я говорил о многих недостатках расчетов железобетонных конструкций по существующим программным комплексам. При расчетах по разным программным комплексам одного и того же объекта площадь течения подбираемой арматуры отличалась более чем в пять раз. Ни по одной программе, кроме ОМ-СНИП-Железобетон, ни в одном случае не совпали результаты проверки и подбора. Во многих программах в нарушении требований норм использовали не дискретную, а распределенную арматуру, в результате чего не выполнялись условия равновесия и т.д. Никто из присутствующих не подставил под сомнение правильность полученных результатов. От одного из участников заседания, Виктора Губченко, представлявшего Лиросапр, я получил письмо со следующим утверждением. В Лиросапр нет распределенной арматуры. При расчете рассматривается именно дискретная арматура АСИТ, расположенная в определенных точках по длине элемента. Количество распределенной арматуры, которая выводится в результатах, равно сумма АСИТ. Разница с вашим примером заключается в том, что рассматриваются разные точки привязки арматурных стержней в пределах сечения. В МСНИП железобетон можно назначать точки привязки арматурных стержней. В Лиросапр нельзя. Положение стержней всегда фиксировано. Это утверждение как раз и подтверждает мои выводы. Принципиальная ошибка Лиры именно в том и заключается, что положение стержней фиксировано, но пользователь этого положения не знает, а результат представляется в виде непрерывной арматуры. Пользователь расставляет стержень так, как нужно ему. Получается колоссальный разрыв между схемой нерасчетной и конструктивной. Условия равновесия не выполнены. Соответствия нормам нет. Арматура может не размещаться в течении. Результаты подбора и проверки армирования не совпадают. При заданном пользователем расположении стержней Лира их диаметра не определяет. Использовать в реальном проектировании такие программы нельзя. На заседании предлагалось сообщить авторам программ о замеченных недостатках тем, чтобы они их исправили. В своем сообщении я рассказывал о том, что пытался сделать это на протяжении не менее 10 лет. Я публиковал сообщения в интернете и из таких журналов. Беседовал и переписывался с авторами. Предлагал обсудить создавшуюся ситуацию. Авторы от обсуждения отказывались и ничего в программах не исправляли. Поэтому считаю, что ситуацию можно исправить, издав руководство по верификации расчета железобетонной конструкции с набором примеров, по которым не следует проверять программы. Это позволит добиться одинаковых результатов по всем программным комплексам. Вторая тема. Аварии и перерасход материалов. Ошибки, подобные той, о которой я только что говорил, могут приводить к авариям или огромному перерасходу материалов. Об этом говорил Игорь Николаевич Тихонов. Я также привел два примера аварийных ситуаций. К сожалению, факты аварий и причины их возникновения чаще всего замалчиваются, хотя широкое их обсуждение могло бы устранить в других проектах выявленные недостатки проектирования. Третья тема. Автоматизация проектирования. Здесь я хотел бы остановиться на преимуществах автоматизации. Первое. В своем сообщении я большое внимание уделял возможностям автоматизации проектирования. Владимир Ильич Травович говорил о том, что нельзя все передоверять компьютеру. Необходимо участие инженера в проектировании. Я с этим вполне согласен. Однако при автоматизированном проектировании инженер как раз и принимает самое активное участие. Решение, предлагаемое компьютером, ни в коем случае не является окончательным. Его следует рассматривать как шаблон, который можно изменить и исправить. И это будет значительно легче, чем все чертить заново. Инженер должен просмотреть и проверить каждый вид, а также обработать его, проставить размеры, выноски, марки, заголовки и тому подобное. Таким образом происходит адаптация готовых решений к конкретным ситуациям и доработка этих решений. Второе. Такой процесс значительно повышает надежность проектирования, поскольку сначала чертеж предлагает компьютер, а потом его могут скорректировать два инженера, тот, кто чертил и тот, кто проверил. Третье. Весь же процесс ускорится в несколько раз, что особенно важно в условиях сжатых сроков и конкуренции. Об этом говорил Владимир Павлович Блажко. Четвертое. Предлагаемое компьютером решение может учесть весь накопленный опыт, рассматриваемого вида конструирования. Если же проектировать каждый раз заново, то полученное решение будет в подавляющем большинстве случаев гораздо хуже. Вряд ли инженер за отведенное ему для проектирования короткое время создать что-либо лучшее по сравнению с решениями, созданными целыми поколениями. Пятое. Компьютер может предложить инженеру несколько вариантов конструктивных решений, из которых инженер может выбрать то, которое считает наилучшим. Проектировщик не только не разлучится проектировать, но будет учиться на лучших возможных решениях. Шестое. Ликвидируется разрыв между расчетной и конструктивной схемами. Я согласен с Владимиром Ильичом Травышем в том, что нельзя давать инженеру неизвестно как расположенные 50 квадратов арматуры. Однако такое положение существует именно при ручном проектировании. В нашей схеме инженер заранее располагает арматурные стержни в нужных местах сечения, а в результате расчета получает диаметр стержней. Таким образом, расчетная и конструктивная схемы находятся в полном соответствии и в конструкции и при расчете арматурные стержни расположены одинаково. Седьмое. Получаемые решения полностью соответствуют требованиям норм проектирования. Восьмое. Используется существующая расчетная база. Усилие определяется с помощью широко применяемых в проектной практике расчетных программных комплексов. Девятое. Разработанные процессы интуитивно понятны и не требуют больших усилий пользователей для освоения. Следующая тема. Оптимизация. Здесь я хотел бы пояснить методику оптимизации колонн многоэтажного здания, поскольку эта тема вызвала несколько вопросов и отражалась в искуплениях. Фактически решались две связанные между собой задачи. Первая задача состояла в разделении колонн на ярусы с одинаковым армированием. Вторая задача состояла в том, чтобы при усилиях, действующих в каждом ярусе, найти оптимальное соотношение между жесткой и гибкой арматурой. Жесткая арматура расположена в центре сечения и поэтому работает гораздо менее эффективно, чем арматура гибкая, расположенная на периферии сечения. Кроме того, жесткая арматура стоит намного дороже арматуры гибкой. Поэтому при минимизации армирования сечения нужно стремиться поставить максимальное количество гибкой и минимальное количество жесткой арматуры. Минимизировать расход стали можно только при правильном решении обеих задач. Начальное приближение было задано очень опытным инженером, главным конструктором промостроек проекта Владиславом Васильевичем Михайловым. В результате оптимизации по сравнению с начальным приближением нам удалось добиться весьма существенной экономии. Следующая, пятая тема – нелинейные расчеты. Николай Иванович Карпенко и Александр Николаевич Болгов говорили о необходимости выполнения нелинейных расчетов. Конечно, такие расчеты нужны, и как только они будут предусмотрены нормативными документами, мы немедленно включим их в программу. Здесь еще, конечно, нужно учитывать, что при нелинейных расчетах возникают трудности выбора наиболее опасных сочетаний усилий, поскольку в этом случае не работает принцип суперпозиции. Тема шестая – экспертиза. Виктор Васильевич Куликов задал вопрос о том, почему программные комплексы с ошибками проходятся сертификацией. Владимир Ильич Траваш предложил проверять при экспертизе программных комплексов не только расчеты по определению усилий, но и конструктивные расчеты. В дополнение к сказанному, я считаю необходимым, как говорилось выше, создать документ с набором эталонных примеров по верификации расчетов железобетонных конструкций. Результаты расчетов этих примеров по всем программным комплексам должны быть одинаковыми и совпадать с результатами, приведенными в документе, когда все программные комплексы будут считать правильно. Наконец, последняя, седьмая тема – это ответы на некоторые вопросы. Виктор Губченко, представляющий Лиросатом, задал на заседании два вопроса. На один я ответил, другой попросил объяснить более подробно. Этот второй вопрос заключался в следующем. Следует ли понимать, что программа МСНИП «Железобетон» в расчете железобетонных элементов по образованию и раскрытию трещин рассматривает два независимых направления действия усилий в направлении осей Х и У поперечного сечения. Если МСНИП «Железобетон» учитывает одновременные действия усилий, то почему в пособии приведены результаты расчета по отдельным направлениям? Ответ на этот вопрос такой. Программа МСНИП «Железобетон» при расчете на трещиностойкость с использованием деформационной модели учитывает одновременно два направления. Однако результаты приведены для каждого из направлений, поскольку в СП-63 нет формул для определения параметров трещиностойкости для двухосного напряженного состояния. Олег Васильевич Кабанцев направил письменно два вопроса, которые мне передали во время выступления на заседание, поэтому не мог ответить сразу. Отвечаю сейчас. Первый вопрос. Уважаемый Владимир Ильич, прошу обсудить на заседании следующие вопросы по методике расчета железобетонной конструкции, реализованные, вероятно, в расчетных методах МВ Краковского. Первое. В СП-63 редакция 2017 года расчет по прочности бетонных и железобетонных элементов по предельным усилиям установлен в качестве равноправного метода одновременно с методом расчета по деформационной модели. Пункт 5.2.2. Расчет по нормальным сечениям. Пункт 5.2.7. Каков общий метод расчета нормальных сечений на косое внецентрное сжатие железобетонных элементов по аналогии с общим методом расчета по нелинейной деформационной модели? Пункт 8.1.22. Ответ на первый вопрос следующий. В пункте 5.2.1.СП-63 читаем. Расчет бетонных и железобетонных элементов по прочности проводят по нормальным сечениям при действии изгибающих моментов и продольных сил по нелинейной деформационной модели. Для простых типов железобетонных конструкций, прямоугольного, таврового и двутаврового сечений, с арматурой расположенной у верхней и нижней грани сечения, допускается выполнять расчет по предельным усилиям. Отсюда видно, что в СП-63 нет двух равноправных методов расчета по предельным усилиям и по деформационной модели. Есть один основной метод по деформационной модели. В некоторых простых случаях допускается расчет по предельным усилиям. Поэтому у нас в блоке расчета по СП-63 предусмотрен один метод по деформационной модели. При необходимости выполнить расчет на любое воздействие, в том числе на косое внесентрное сжатие по предельным усилиям в программе ОМ-СНИП-Железобетон, можно воспользоваться блоком расчетов по СНИП-2030184 со звездочкой. Здесь при необходимости можно учесть характеристики материалов, принятые в СП-63. Пункты 5.2.2 и 5.2.7, на которые ссылается Олег Васильевич, ничего не меняют. В пункте 5.2.2 речь идет об общем условии расчета по предельным усилиям. В пункте 5.2.7 перечислили основные положения расчета по предельным усилиям. Оба упомянутые пункта относятся к простым элементам, перечисленным в пункте 5.2.1. Второй вопрос Олега Васильевича Кабанцева. Какова по СП-63, редакция 2017 года, методика расчета внесентренно сжатых элементов на действии поперечных чин, в части касающейся учета влияния сжимающих и растягивающих напряжений, при расчете по полосе между наклонными сечениями и по наклонным сечениям? Пункт 8.1.34. Как определяется величина площади сжатой арматуры в режиме определения расчетного армирования, но не проверки законструированных сечений, для определения коэффициентов ИН? Ответ на этот вопрос следующий. Здесь речь идет о представленной здесь формулах из пункта 8.1.34.СП-63. Согласно указаниям СП-63, продольную арматуру можно вообще не учитывать, если ее содержание не превышает 3%. Если же продольную арматуру все-таки учитываю, то среднее напряжение в бетоне определяет одинаково как при подборе поперечной арматуры, так и при ее проверке. На этом мои комментарии закончены.